На Международной 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 Олимпиаде в качестве второй задачи, то есть жюри думало, что это будет все-таки не самая тяжелая, обычно самая тяжелая это шестая, была симпатичная геометическая задача. Ее решило очень мало жюликов, 22 человека, при том, что третью задачу, которую жюри думало, что будет тяжелее, решило, 50 с лишним. Впрочем, шестую задачу, что он тут решило, сильно меньше, чем 20 человек, так что все-таки самая трудная она не была. Решение будет удивительно простое, но сначала пытайтесь сами понять условия и все-таки придумать решение. Есть несколько точек, конечное множество, точек на плоскости. Никакие три не лежат на одной прямой. Разрешено взять любую из этих точек, которые вам нравятся, абсолютно любую, и через нее провести прямую, которая не проходит ни через одну из точек. Ну, например, после чего вращать прямую до того, как первый раз на нее попадет какая-нибудь другая точка. В данном случае вот до такого положения. После этого забыть про эту точку и, что называется, передать управление и продолжать вращать. Понятно, что мы дойдем сюда. Опять забываем про эту точку, продолжаем вращать. Перескочили, теперь на эту. Продолжаем вращать. Перескативаем вот сюда. Продолжаем вращать. Ну, тут, впрочем, непонятно, с какой она была стороны от этих трех. Давайте пусть было вот, например, так, да? Так, продолжаем вращать. Тогда мы перешли сюда. Продолжаем вращать. Сейчас дойдем вот сюда. Я не буду дальше идти. Это требуется, чтобы во время этих вращений в качестве центра, вокруг которого вращаем, выступили бы все точки. Нужно доказать, что существует способ выбрать начальную прямую, ну, то есть точку и через нее направление. Чтобы этот процесс вовлек бы в себя все точки. Почему эта задача нету реально? Представьте себе три точки и внутри еще одна. Представьте себе, что вначале прямая так проходила. Тогда понятно, что она дойдет вот до такого положения. После этого она превращается вплоть до такого положения. Потом вокруг этой точки превращается до такого. И никогда не залезет внутрь треугольника. В некотором смысле нужно сделать, чтобы прямая проходила где-то внутри. Чтобы она сумела дойти до самых-самых-самых внутренних точек. Можно уточнить? То есть имеется в виду, что прямая всегда вращается в одном направлении. Конечно. Не вверх по часовой стрелке. Или против. Мы выбрали какое-то одно направление и крутим. Потому что чуть-чуть ее дергать туда назад бессмысленно. Можно, конечно, разрешить и поворачивать. Но это будет возможность говорить, что прошел, потом вернулся строго назад. Это неинтересно. Нет, интересно. То есть именно вращается. Разумеется, когда-нибудь этот процесс зациклится. Просто потому что у нас конечное число точек. И конечное число, по сути, выборит. Когда вы проводите через точку прямую, то важно, вот она прошла между этими точками. Или она прошла между этими. Или она прошла между этими. А вот здесь отклонение не так важно. То есть при превращении она пройдет все эти углы. Так, все понятно? Да. Условия понятны. Так вот, потрясающе короткое решение. Нам известно, что некоторое число точек напрямую – это конечное число точек напрямую. Мы можем их спроецировать на любую одну внешнюю прямую и разделить точно пополам. И что? Соответственно, дальше мы выбираем ту точку, номер которой оказывается в центре. Ну да. На самом деле, это действительно решение. Повторяю, из 500 с чем-то учателек международной олимпиады до этого додумалось 22 человека. Я не знаю, почему так психологически получилось. Решение действительно в высшей степени простое и состоит именно в том, что мы берем направление случайное так, чтобы все точки при проекции на это направление дали бы разные точки. То есть, на самом деле, надо просто провести всевозможные прямые через пару точек – это конечное число. И после этого взять прямую, не перпендикулярную ни одной из проведенных. И на нее все строится. Представьте себе, здесь где-то была точка, здесь где-то была точка. Я не собираюсь сейчас в точности ничего вырисовать, но представьте себе, где-то там еще была точка. Так, у меня здесь 6 штук. Давайте сначала, для простоты, пусть их будет нечетное число. Так вот, смотрите, пусть у нас всего нечетное число точек. Тогда все очень просто. Мы берем, что называется, центральную, проводим вот эту самую прямую. То есть, проводим в качестве прямой, вот эту, да, перпендикулярную, которую мы проецируем. И давайте дальше будем расследить, что будет происходить. Очень простая история. Вот эта прямая будет поворачиваться. Соответственно, экран будет тоже поворачиваться. И как-то проекции будут меняться. В какой-то момент какие-то точки, точнее, не проекции, сольются. Пока это происходит слева или справа от этой точки, ничего страшного, ничего не происходит. Но в какой-то момент мы, что-то это, довращаемся до того, что, скажем, проекции этих двух точек, ну, представьте, мы поворачиваем, в какой-то проекции сольются. Так на картинке это будет соответствовать просто тому, что точки прошли друг через друг. Понятно? И опять в качестве нашей прямой будет та, что проходит через среднюю точек. Почему процесс зациклится и почему в нем примут участие все точки? Очевидно. У нас ведь как-то есть точки с одной стороны и есть точки с другой стороны. Но, когда вот это направление повернется ровно на 180 градусов, то эти точки поменяются с этими. Представьте себе, вы смотрите с одной стороны на картинку, у вас есть справа-слева. А теперь, фактически, вот, когда прямая поменяется на точек, вы будете смотреть с этой стороны. Когда смотришь с этой стороны, то то, что раньше было слева, стоит справа и наоборот. Ну, это известно. Да? Когда вы на предмет смотрите, что было слева-справа, зашли, я сзади, лево-право поменялось. Вот и все. Значит, все точки отсюда должны перебраться сюда, а отсюда сюда. Ну, по-моему, с нечетными точками все абсолютно непонятно. Теперь вопрос. А если четные? Вот, четное количество точек. А в таком случае надо просто отсчитать и взять почти среднюю точку. Ну, например, вот мы смотрим, давайте отсчитаем ровно половину точек слева, и следующую возьмем, рассмотрим эту прямую. Ну, а здесь тогда, естественно, будет на единицу меньше. Когда вы будете вращать, вот это прохождение через будет ровно так же. И всегда в процессе вращения у нас будет такой эффект. Продолжение следует...